Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Божье благословение да пребудет со всеми вами! В эфире очередная передача «Точка опоры». Иногда меня спрашивают, а какая наивысшая точка опоры в душе человека? Дух любви. Потому знают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Каждый человек, милостью Божией, рождается в этом мире с определенными свойствами, с определенными способностями, с определенными талантами. Так вот, если на жизненном пути человека встречается благодать Святаго Духа, то все свойства, заложенные в человеке при рождении, превращаются в таланты. А если человек на дорогах жизни встречается со злыми темными силами, то все свойства, заложенные в нем от рождения, превращаются в грехи. Можно сказать, что грех – это больной талант. Грех – это талант минус благодать Святаго Духа. Талант без любви. Любое свойство человека без любви превращается в грех. Даже правда без любви становится клеветой по слову Василия Великого. Философ древности Сафокл сказал, «Разум человека вырастает сообразно тому, что встречается ему в пути». А русская поговорка говорит, с кем поведешься, от того и наберешься. Апостол Павел говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому преумножение Духа любви является главной точкой опоры, главным фундаментом души человека. «Стяжите мирный дух, и тысячи возле тебя спасутся». Так говорил преподобный Серафим Саровский. Конечно, о Духе любви много говорил апостол Любьян Богослов. Об этом много говорил Первоверховный апостол Павел. Я не перестаю вам это повторять, потому что это очень и очень важно. Помните послание Коринфяна. «Если я имею веру, и мертвых оживляю, и горы передвигаю, и имею все знания Вселенной, и раздам все имение мое нищим ради Христа, и тело мое на сожжение ради Христа, но любви не имею, то моя вера и моя жертва есть ничто». Любовь долготерпит, милосердствует, нищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, всему верит, на все надеется, все прощает. Любовь никогда не прекратится, хотя и знания упразднятся, и все исчезнет. Любовь – это закон вечности, любовь – это Господь, и Бог есть любовь. И вот мы приходим в храм для того, чтобы восстановить благодатное состояние души, дух любви. Мы проходим по дорогам жизни, преодолеваем трудности, и иногда дух любви начинает вскудевать в наших сердцах, потому что мы встречаемся со многими несправедливостями, и мы начинаем говорить сами себе, с волками жить, поволчь и выть. А когда дух любви начинает вскудевать, то мы изменяемся духовно и психически. Из младенцев во Христе, которые повсюду видят благодатную часть мира, мы превращаемся во взрослых людей, которые говорят с волками жить, поволчь и выть. Ведь ум современного человека нередко приходит к такому состоянию, когда человек говорит «я никому не верю». Высшее проявление ума и жизненного опыта. Да, конечно, возможно, человек прав по-своему, у него есть для этого основания того, что он так сказал. Но вы представляете, как это ужасно? А с другой стороны, любовь долго терпит, милосердствует, нищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, всему верит, на все надеет, все прощается. Любовь никогда не перестанет. Ведь с точки зрения современного рационалистического мира, это образ больного человека. Любящего человека можно назвать лохом. Понимаете? Умство недоразвитым. Наступают такие времена, что люди, живущие по заповедям, они воспринимаются как больные. Но ведь так было всегда. Помните апостола Павла? Мудрость мира есть безумие перед Богом. А мы есть ссор мира, выметаемый из избы. Соль мира апостолы для мира были мусором, выметаемым из избы. И если мы становимся таким мусором, по их примеру, то иго наше становится благом, и бремя наше становится легким. Вы никогда не задумывались, почему любимый персонаж русских сказок назывался Иван Дурак? Это что за герой такой? Дурак. Не богатырь, не благочестивый человек, а дурак. А был ли он дураком? В чем его дурость? В доброжелательности? Во все прощении? В духе любви? В том, что был обманываемым всегда Иван Дурак умными братьями? В сказке «Конек-горбунок», которые пытались на нем нажиться, его всячески подставить? Его дураком считали. за то, что он всех прощал, не держал зла, не был жадным. И Господь Иго его превращал в благо. Рядом с ним был конек-горбунок, ангел-хранитель, который помогал ему преодолевать непреодолимые трудности. И умные братья получали десять шапок серебра, а Иван Дурак становился царем в конце сказки. Так надо разобраться, кто еще есть дурак. Кто десять шапок серебра получил или стал царем? А ведь братья использовали всю мудрость мира. Они были люди конкретные, они никому не верили. Они пытались стяжать деньги. Сила Ивана Дурака была в том, что он всегда оставался самим собой и смотрел на весь мир в духе любви. Поэтому если вам скажут, что так жить нельзя, вы помните, невозможное для человеков возможно для Бога. Знаете, почему хорошо быть дураком с точки зрения врача-психиатра? Вы никогда не думали над этим? А я думал. Основной закон психиатрии говорит, «Дураки с ума не сходят». Подумайте. Дураки с ума не сходят. Значит, чтобы не сойти с ума, надо быть дураком. Представляете, как хорошо быть дураком? Ведь все понимают, что плохо, когда сходишь с ума. горе от ума. Весь человеческий ум есть безумие перед Богом. Весь человеческий ум, он потребительский по своей сути, он не имеет высших нравственно-духовных ценностей. В этом его главная проблема. Ищите прежде Царствие Небесное, правды Его. Все остальное приложится вам. И для людей, которые стремятся к Богу, невыносимо трудно нарушать Божьи заповеди. Совесть им не позволяет этого сделать. Совесть будет, как крик Бога в душе такого человека. А те люди, которые живут по мудрости мира, им невыносимо трудно жить по Божьим заповедям, потому что они хотят стяжать какие-то материальные ценности. И в конечном счете уподобляются евангельскому богачу, который построил хранилище, сыпал туда в эту житницу весь урожай и сам себе сказал душа душа моя ешь веселись пей радуйся. И Господь говорит ему безумный нынче же ночью будешь взят из мира. Не богатство является злом. Злом является зависимость. Любой грех это талант без благодати святого духа. потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Если бы наши храмы были наполнены любящими людьми, то весь мир изменился бы. И горе нам, если в наших храмах оскудевает дух любви. Но мы же ученики Христовы, мы просим Господа, чтобы он приумножил наш дух любви. Поэтому главная точка опоры это дух любви. И ищите прежде Царствие Небесного и правды его, а все остальное приложится вам. Божье благословение да пребудет со всеми вами. Редактор субтитров